Продолжение следует... Ребята разные, потому что у нас все больше и больше групп инклюзивных. Эта проблема для педагогов еще и усложняется тем, что нужно оборудовать группы для детей с определенным видом ОВЗ. И бывает, что в группе встречается несколько разных групп детей с ОВЗ. Для всех нужно подобрать оборудование, всем угодить. И это одна часть нашей проблемы, с которой мы с вами сегодня будем разбираться. И второй аспект этого вопроса в том, что сами поставки оборудования, оборудование, игрушек, игр для детских садов сейчас это очень большая индустрия, в которой легко запутаться. Потому что вам на любом семинаре, на любой встрече, на любом рекламном вебинаре начинают предлагать, что нужно обязательно, обязательно в группу получить вот это, вот это и вот это. И вы понимаете, что никакого бюджета не хватит на то, чтобы купить все, что вам предлагают. Как сделать выбор? Вот давайте об этом сегодня поговорим. Если тема интересная и по традиции уже ставим огонечек, огонечек находится у нас слева от основного чата, если вам это нужно и есть потребности. И уже по традиции не бойтесь, пожалуйста, задавать вопросы в чате. Кроме того, что мы там здороваемся, это очень здорово, очень мило. Еще задавайте ваши личные вопросы, на которые я буду отвечать. Конечно, невозможно перебрать все виды ОВЗ, но я сегодня выбрала основные те, что по обратной связи от ваших коллег встречаются в ваших группах чаще всего. Это дети с ЗПР и легкой степени умственной отсталости, дети с РАС, дети с логопедическими проблемами. И совсем немножко поговорим про оборудование для детей с ДЦП. Если нужно что-то еще, пожалуйста, задавайте вопросы. Итак, сегодня будем говорить очень узко, у нас времени немного, и мы не сможем обсудить программу и методику, мы будем говорить про предметно-пространственную среду, про оборудование вашей группы. Ну и понятно, что это не просто оборудование, это не просто игры и игрушки, а важная часть воспитательного процесса. Потому что дети, взаимодействуя с предметами, с играми, с тем, что есть в окружающей среде, начинают обучаться, начинают приобретать какие-то очень важные навыки, какие-то компетенции. Но еще и для детей с УВЗ предметно-пространственная среда – это еще и возможность компенсировать проблемы в развитии. И когда мы эту среду выстраиваем, мы должны думать еще и об этом. Поэтому главные вопросы, на которые сегодня будем с вами говорить и на которые я постараюсь ответить. Как создать развивающую и адаптивную среду для детей с УВЗ, какие потребности есть у детей с разными историями развития, и какие коррекционные и адаптирующие занятия необходимы для детей с разными вариантами УВЗ. Ну и давайте, прежде чем мы будем говорить о частностях, о разных вариантах УВЗ, посмотрим на проблему целиком, немножечко как бы с высоты птичьего полета. Смотрите, для всех детей с разными нарушениями характерны некие общие черты. Давайте будем рассуждать. Любое нарушение здоровья – это нарушение баланса организма. И задача организма, ребенка, самое главное – этот баланс вернуть. То есть все силы тела ребенка, организма ребенка, они направлены на то, чтобы справиться с болезнью. И на развитие сил остается не очень много. Поэтому нарушение баланса организма приводит к тому, что замедляется скорость усвоения информации. А коли информации поступает не очень много, замедляется психическое развитие. Ребенок с замедленным психическим развитием хуже коммуницирует с ребятами и со взрослыми. И раз коммуникации не получается, обратной связи от мира нет, начинаются проблемы личностного развития. Вот этот комок из проблем, он имеет свойство накапливаться, если с ним не разбираться. Ну и как вы понимаете, что в любом состоянии ОВЗ есть некое ядро проблемы, есть первичная проблема. И если мы будем воздействовать на первичную проблему, то мы вот этот клубок проблем начинаем раскручивать очень быстро. Если мы будем воздействовать уже на вторичные, третичные проблемы, то проблема будет решаться очень долго. Ну, например, ребенку с ДЦП, который не очень хорошо ходит, можно очень долго рассказывать про самооценку. Можно очень много и долго говорить, что он замечательный, что он умница. Но пока он не научится коммуницировать, пока он не научится орудовать в этом мире, действовать в этом мире, все эти разговоры будут абсолютно бесполезными. Тут нужно начинать с того, что мы компенсируем для ребенка его проблемы с опорно-двигательным аппаратом. И дальше уже помогаем компенсировать сенсорное развитие, психическое развитие, помогаем с коммуникацией. И если это все сделано, с самооценкой уже работать и не надо, потому что у ребенка уже сложилась нормальная самооценка. Если все понятно и вы согласны, еще раз, пожалуйста, огонечек, и мы движемся дальше. То есть первая главная мысль, что мы всегда ищем ядро проблемы и с этим ядром работаем. Ресурсы для развития. В любом состоянии, с любой болезнью у детей все равно есть ресурсы для развития. Мать природа умна и очень сильна, поэтому даже в самой сложной ситуации эти ресурсы будут. Во-первых, это ресурсы энергетические, опять-таки телесные ресурсы. Это умственная активность, работоспособность и природное детское любопытство, которое часто у ребенка остается даже в сложных ситуациях. Второе, это мотивация и активность, с помощью которой мы можем проблемы решать. И третье, это познавательные способности, развитие умения мыслить, развитие мышления, памяти, речи ребенка, которые тоже помогают ему с ситуацией справиться. Ну и общие образовательные потребности детей с ОВЗ, с любым вариантом ОВЗ. Первое, это, во-первых, медицинская помощь, и это очень важно. Второе, тоже очень важно, это коррекция физических нарушений. И здесь тоже общая работа с медициной и с педагогикой. Третье, это здоровье сберегающее мероприятие, организация щадящего режима дня, организация прогулок, времени на разгрузку и так далее. Четвертое, это индивидуализация обучения, индивидуальный темп обучения. Пятое, это подача информации в индивидуальном объеме, то, что ребенок может усвоить. И шестое, это использование эффективных методов, которые помогают ребенку информацию осваивать. Вот, это некие такие общие законы, на которых строится работа с детьми ОВЗ, с любой нозологией, то есть с любым нарушением. Но теперь давайте начнем с самого распространенного, это задержка психического развития. Дети с ЗПР. И снова огонечки, у кого есть эта проблема в группах, пожалуйста, поставьте, кому это интересно, кому это нужно и важно. И давайте поговорим о таких детях. И здесь мы еще и имеем в виду, что в группах, кроме ЗПР, еще и могут и, скорее всего, появляются дети с легкой степенью умственной отсталости. И поэтому еще немножко поговорим о дифференциации диагнозов, потому что это разное. Итак, дети вообще с ментальными нарушениями, ну и в частности с ЗПР, что это такое? Это ребята, у которых нарушается нормальный темп психического развития. То есть их психическое развитие начинает отставать от того, что происходит с их сверстниками. И при ЗПР часто отстают какие-то отдельные функции. Это может быть снижена память, мышление, социальное развитие, эмоционально-волевая сфера, либо в сочетании. То есть что-то одно или несколько, может быть даже и все. Ну и что мы имеем, что мы видим? То, что дети не могут долго концентрироваться на какой-то деятельности, лучше концентрируются на игровой деятельности. Когда вы предлагаете им занятия, они заметно скучнеют и теряют интерес. Второе. Довольно сложно установить контакты с другими детьми и со взрослыми. И это уже скорее вторичное нарушение, которое вытекает, исходит из первого. Ну поскольку нарушение в развитии психической деятельности, то с нормотипичными детьми им очень трудно поладить. Третье. Это часто эмоциональные расстройства, и дети не умеют владеть своими эмоциями. И такие дети, как правило, телесно не очень сильные, поэтому очень часто утомляются, утомляются чаще, чем обычные ребята, и им нужен дополнительный отдых. Все это сказывается на речи, то есть речь тоже может отличаться от речи других детей. Ребятам очень трудно и накапливать речевой запас, овладевать запасом, и очень долго речь не используется как помощник в какой-то предметной деятельности. В памяти тоже существуют проблемы часто, то есть дети не запоминают большие объемы, не точно воспроизводят, очень быстро забывают. Ну и внимание неустойчивое, отвлекаемое, оно тоже есть. Очень сложно у детей с ЗПР формируются мыслительные операции. Анализ, синтез, классификация дается им с большим трудом, а сами занятия по формированию мыслительных операций не вызывают особого интереса и по возможности детьми игнорируются. Вот такая у нас картиночка. Это у нас ЗПР и есть еще и скорее всего в группах умственная отсталость. Здесь очень сложно подтвердить, потому что часто родители упираются, не идут на ПМПК и готовы согласиться с диагнозом ЗПР, лишь бы не было диагноза умственной отсталости. У кого есть в группах ребята с подтвержденной умственной отсталостью, хотя бы легкой степени, потому что средняя и тяжелая степень, они редко все-таки в группах появляются, в комбинированных и в обычных группах. Чаще всего такие ребята воспитываются все-таки в коррекционных детских садах. В чем разница? Разница в источнике проблемы чаще всего. То есть чаще всего ребенок с ЗПР имеет функциональные нарушения. Его головной мозг и нервная система сложились нормально, развиваются нормально, но они как-то плохо функционируют. А в основе умственной отсталости чаще всего лежат органические нарушения. Это может быть недоразвитие головного мозга, это может быть какая-то родовая травма или какие-то очень сложные инфекции, с которыми ребенок встретился в начале своей жизни. Может быть очень сильная педагогическая запущенность, когда все сензитивные периоды были пропущены, и, например, ребенок до трех лет не владел ни речью, ни игровой деятельностью, и жил в некой изоляции, был накормлен и напоен, и не более того. Тогда тоже может уже сложиться состояние близко к умственной отсталости. Признаки умственной отсталости. Низкая познавательная активность даже в игре, то есть это дети, которые редко чем-то интересуются, резкое недоразвитие речи, нету продуктивной деятельности, только подражательная, и очень-очень сложно формируются мыслительные процессы. Ну и вот эта табличка для вас, для того, чтобы вы могли все-таки определить, хотя бы предварительно определить, чем страдает ребенок и помочь ему с этим. Разница между задержкой психического развития и умственной отсталостью. Здесь также продолжаем. Ну и здесь тоже еще одна таблица интересная для вашей будущей работы. Это выбор группы. Может быть, вам поможет эта информация, когда вы будете разговаривать с родителями, или когда будете планировать маршрут такого ребенка. все-таки и в коррекционной группе, и в инклюзивной группе есть свои плюсы и минусы. Если в коррекционной группе занятий, развивающих больше, там особые методики, по которым дети развиваются и обучаются, детей самих меньше, и это щадящая среда, отсутствие конфликта, то в инклюзивной группе большой плюс – это то, что дети хорошо социализируются, и они как бы с самого рождения общаются в той среде, которая их будет ждать на протяжении всей жизни. Поэтому выбор тоже за родителями. Ну а для вас, когда вы будете формировать программы для таких детей, план занятий, все-таки считается, что для детей с ЗПР основная стратегия – это максимально приблизить развитие к норме, то есть вывести по возможности в норму, а для детей с собственной отсталостью основная стратегия другая – это максимально адаптировать к окружающему миру. То есть если есть у нас дети с собственной отсталостью, то нам нужно сделать развивающую среду более адаптивной, так, чтобы у них была возможность эту свою важную работу проделать. Что нужно, что должно быть в группе, где обучаются дети с нарушениями интеллекта, СПР и собственной отсталости? Учебный материал должен быть доступным. Учебный материал и занятия должны быть мотивирующими. Должно быть очень много инструментов, игр и упражнений на формирование социальной компетенции, потому что эта часть воспитания очень часто у детей выпадает. Нужны коррекционные занятия, и, естественно, нужно оборудование для коррекционных занятий. Но и нужен охранительный режим. Охранительный режим – это значит, что у ребенка в группе должна быть возможность и место для того, чтобы он мог отдохнуть. Ну и давайте посмотрим, что нужно этим детям. Ну, во-первых, кроме того, что вы делаете, еще раз об этом скажу, это максимально возможная поддержка развития центральной нервной системы, и это максимальное участие врачей в жизни ребенка. Это медикаменты, физиотерапия. Нам остается поддерживать физическую активность, прогулки, соблюдать режим дня и делать так, чтобы такие детки не утомлялись. Это может быть некий уголок тишины, это может быть время дополнительного отдыха или что-то еще. Ну вот теперь чем оборудуем. Во-первых, для таких деток очень важна физическая активность, поэтому здесь очень активно оборудуем уголок. Что хорошо бы добавить в уголок физической культуры? Смотрите, для развития центральной нервной системы и мозга очень хорошо подходят разные упражнения, которые развивают баланс и ловкость. То есть, когда ребенок балансирует на каких-то неустойчивых поверхностях, то его мозг активизируется и начинает работать лучше. Поэтому очень-очень советую для таких ребят различные мячи-прыгунки, различные неустойчивые платформы, всяческие сенсорные дорожки для ног, какие-то коврики или полусферы с шипиками, много всего еще, что развивало бы деток. Ну и развитие сенсорной чувствительности, это тоже очень важно. Конечно, лошадь мы в группу не привезем, это скорее совет для родителей, но вот сухой бассейн в группе вполне может быть, и детям это очень и очень полезно. То есть, им полезно, когда что-то соприкасается с их телами, с маленькими их телами, и когда сенсорная чувствительность развивается, вслед за этим активизируется развитие центральной нервной системы, и мы начинаем как бы маховить проблему, раскачивать в другую сторону. Все становится постепенно лучше и лучше. Следующее. В чем нуждаются такие ребята? Это игры и игрушки на развитие мелкой моторики. И если у вас таких ребят в группе много, вполне себе обоснованно создать целый уголок для развития мелкой моторики. Потом, когда буду говорить про детей с логопедическими нарушениями, я еще раз коснусь этой темы, и как раз вот это очень важно. И смотрите, если у вас, например, в группе ЗПР и дети с нарушением речи, тогда вот точно, стопроцентно оправдано введение вот такого уголка. Что там будет? Разные шнуровки, разные мозаики, конструкторы типа Лего, и много-много всего еще, что помогает ребятам поработать своими ручками. Дидактические игры. Вообще это основа коррекционной деятельности. И мы по возможности все-все-все задания, которые получают дети, ну как говорят игротехники, упаковываем в игровую оболочку. Делаем такой игровой фантик. То есть если мы ребенку скажем, пойдем мы потренируем запоминание и память, он такой вот не хочется. А если мы скажем, пойдем поиграем в игру, внутри этой игры механизм запоминания и воспроизведения информации, то ребенок будет это делать с большим удовольствием. Поэтому дидактические игры, их должно быть много. И что это может быть? Это игры для развития мышления. Сейчас у нас много авторских систем игр для развития мышления. Начиная с игр Никитиных и заканчивая какими-то новейшими вещами. Все это у нас есть в интернете. И здорово, если это у вас будет. Ну и как правило, вот такие игры, они многоуровневые. Ну вот на основе игры «Сложи квадрат» мы видим, что мы можем предлагать вот это вот занятие «Сложи квадрат» абсолютно на разном уровне развития. Кто-то будет складывать квадрат из двух кирпичиков, а кто-то будет складывать уже из таких вот сложных фигур и свой квадратик формировать, развивая мозг. Что еще? Пособия для развития математических способностей. То есть здесь идея какая, что мы должны развить логику, логическое мышление у детей, при том, что детям логическое мышление дается чрезвычайно сложно. Поэтому мы делаем как бы такой переходной объект и начинаем учить математические операции и вообще математические явления все с помощью того, что можно потрогать, посравнивать, положить друг на друга, поиграть этим. Ну и блоки денежа, уже традиционные и бесконечно мудрые в своей простоте. Счетный материал, красивый, привлекательный, он тоже должен быть. И даже если, например, у вас подготовительная группа и все остальные уж лихо считают и пишут цифры, вы все равно себе оставляете вот этот материал, если у вас есть детки с ЗПР и легкой степени умственной отсталости. Для тех, кто подошел, напоминаю, что чат у нас живой. Туда можно писать вопросы, комментарии и даже возражения. Все это принимается с огромным удовольствием. Ну и, пожалуйста, оставайтесь на связи и не просто слушайте, но и активно участвуйте. Следующее, что... То есть мы уже поговорили о том, что развитие способностей мы даем через какие-то игровые моменты. Следующая важная вещь для таких детей – это визуализация окружающей среды. Потому что дети с ЗПР, дети с умственной отсталостью лучше воспринимают то, что видят, а на слух они воспринимают не очень хорошо. Поэтому вот всяческие картинки им очень сильно помогут. Вот смотрите, например, картинка слева – это знакомство с предлогами. И если просто говорить, какой предлог, что значит, дети точно не запомнят и будут путаться бесконечно долго. А если мы даем вот такие вот интересные картинки, схемы, то им сделать это гораздо проще. Ну и точно так же все, с чем нужно познакомить детей – с цифрами, с буквами, с цветами, с временами года, с временем, с понятиями времени – все лучше выносить на плакаты, которые должны быть у вас в группе. Речевое развитие. Здесь тоже проблем достаточно много. Это проблемы усвоения словаря, это проблемы, связанные с развитием речи, проблемы артикуляционного плана, то есть когда дети плохо выговаривают слова и буквы. И это проблемы с использованием речи как средство общения, потому что детям сложно это делать. Поэтому здесь то же самое, что с математикой. Очень-очень много демонстрационного материала, который можно потрогать, пощупать, поиграть им. Вот, и это еще дополнительные интересные вещи, про которые я тоже расскажу чуть-чуть попозже, и скажу, когда буду рассказывать, скажу, что для ЗБР это тоже подходит. Просто много повторений для разных нозологий, и не хочется, чтобы у нас повторений было много. Ну, и что еще крайне важно, очень важно для таких деток, деток с ЗБР умственной отсталостью, это социальное развитие. Поэтому, если в группе есть такие дети, то обязательно делайте уголок самообслуживания, где дети могут научиться простейшим операциям. Накрывать на стол, мыть посуду, стирать одежду, сушить одежду, гладить, пользоваться разными бытовыми приборами, да даже просто вытирать пыль тряпочкой, потому что таким деткам все это дается с большим трудом. И если у вас такой уголок социального развития будет, то это будет очень полезно для деток с умственной отсталостью, потому что, еще раз скажу, что наша задача для ребенка с умственной отсталостью познакомить его с этим миром и научить его в этом мире жить. Ну, по возможности, самостоятельно. Ну, тут уже у кого как получится. Следующее. Что еще очень важно для детей с ЗПР умственной отсталостью. Мы говорили о том, что у таких детей сильно страдает волевая сфера. Они просто не могут сконцентрироваться, и у них не хватает силы воли, каких-то волевых усилий, чтобы совершать свои ежедневные дела. Поэтому вы можете добавить еще в пространство вашей группы, в образовательное пространство, такие вещи, как чек-листы, и такие вещи, как рутины, какие-то списки дел. А все они должны быть, конечно же, иллюстрированы. Ну, вот здесь примеры есть. Например, это утренние дела, чек-лист для дома, но для группы можно сделать то же самое. Например, что нужно сделать утром, и что, например, нужно обязательно сделать вечером. И тогда вот эти вот документы, инструменты, они ребенку помогают делать дела друг за другом, они помогают ему концентрировать свою волю, делать все, отмечать, и таким образом еще и тренировать свои волевые качества. Вот, это была история про детей с ментальными нарушениями. Коллеги, если есть вопросы, вы их, пожалуйста, задавайте в чате. А мы движемся дальше. И теперь, наверное, тоже очень распространенная проблема это дети с нарушением речи. И опять голосуем огонечками, кого это коснулось в педагогической практике. Ставьте огонечки слева от чата, у кого есть такие ребята в группе, кому это очень-очень важно, и кто хочет сейчас получить ответы на вопросы. Как оборудовать логопедическую группу? И здесь тоже есть несколько тонкостей. Давайте об этом поговорим. Смотрите, во-первых, какие подрепод... Сейчас, секундочку. Вот, какие у нас есть особенности развития детей с нарушением речи. Самая главная особенность, которую крайне важно учитывать, это то, что нарушения речи могут иметь разную природу. И в вашей группе детей с нарушением речи, например, если у вас речевая группа, там могут быть дети, например, у которых есть проблемы с развитием головного мозга, и эти проблемы дают крайне низкий тонус. Это просто вялый ребёнок такой, у которого просто не хватает сил, чтобы напрягать мускулатуру и говорить. Поэтому он говорит очень вяло и непонятно. Тут же могут быть дети с каким-то недоразвитием артикуляционного аппарата, например, челюсти, язычок, то, что участвует в создании речи. Здесь же могут находиться дети, у которых что-то пошло не так в системе приёма переработки информации. И хотя они хорошо артикулируют, они замечательно издают разные звуки, но они не могут отличить, например, речевые звуки от неречевых. И здесь же могут находиться дети, которые, в принципе, с рождения были готовы хорошо заговорить, но вот беда, с ними некому было разговаривать, потому что мама и папа были заняты другими наиважнейшими делами. И дети просто не смогли сформировать речь, потому что не было образца этой речи. И, конечно же, вам придётся и вам предстоит разобраться, а с чем связаны проблемы в речи того, другого и третьего ребёнка. И затем уже возникнет большой вопрос, а как вообще оборудовать группу, чтобы угодить на всех, чтобы все дети стали развиваться. Давайте посмотрим, как мы можем это сделать. Общие потребности. Во-первых, компенсация особенностей развития. И эти особенности будут разные. У кого-то это будет развитие тела, у кого-то это будет развитие артикуляционного аппарата или способа мышления. Второе, это обязательная работа с логопедом. Здесь без него никуда. Третье, это обогащение сенсорного опыта и организация тренировки лечевых навыков в разных ситуациях. То есть мы должны сделать всё, чтобы речь у детей стала средством общения. Как мы это можем сделать в реальной жизни? Ну, во-первых, есть некие такие зацепки, есть задачи для определенного возраста. И когда мы начинаем оборудовать группу, мы ориентируемся на эти вот такие общие задачи. То есть, если у нас, например, группа «Я сильная» с полутора до трех лет, то мы добавляем инструменты и игры на развитие мелкой моторики, игры для развития активного словаря, для развития речевого слуха. Если у нас, например, выпускники 6-7 лет, подготовительная группа, тогда мы уже добавляем в среду группы инструменты, игры и игрушки на развитие монологической речи, фонематического слуха, «Готовим детей к школе». То есть, здесь потребности разные, и вы можете ориентироваться на эту табличку. Дальше. Выяснили потребности детей. И вот теперь, что мы можем добавить. Во-первых, зона для активных игр, она должна быть, и в речевой группе она должна быть обязательна, потому что чем активнее ребенок, тем лучше у него будет поставлена речь. И здесь опять-таки, еще раз повторяюсь, опять балансиры. Это тоже такой универсальный инструмент. Это разные тренажеры для развития ловкости и подвижности. Веревки, лазалки, кольца, гамаки, все, что вы сможете. Лабиринты, сухие бассейны, все-все-все, чтобы ребенок как можно разнообразнее двигался. Это у нас первая зона, которая должна быть оборудована. Второе. Это центр развития речи. Центр развития речи, в зависимости от того, что вам нужно, он может состоять из разных уголков. Может быть, логопедический, книжный, театр, речевой и так далее. Ну и что в этом центре может быть? Во-первых, здесь мы добавляем центр сенсорного развития. Это очень-очень важно. Смотрите, для того, чтобы ребенок начал говорить, его мозг, его мышление должно пройти очень и очень длинный путь. Начиная от того, что он слышит звуки, проходя через то, что он эти звуки связывает с определенными образами и заканчивая тем, что он эту информацию выдает в виде речи. Поэтому здесь как можно больше наслушаться. Разные звучащие игрушки, музыкальные инструменты с разными тембрами, неречевые звуки, их тоже должно быть много. Наборы сенсорных эталонов. То есть мы думаем не только про слух и про речь, мы обогащаем всю сенсорику. То есть здесь и шероховатые таблички, таблички цветные. Обращаемся к системе Монте-Сори, оттуда забираем все, что можем. Все, что не можем, делаем самостоятельно или руками родителей. Замечательно, если будет проигрывающее устройство с записями, которое может для ребенка проиграть разные голоса природы, пение птиц, речь разных людей, тогда постепенно ребенок будет тренироваться в дифференциации звуков. А тренировка дифференциации звуков, она приведет к тому, что ребенок, во-первых, начнет хорошо различать речь и не речь, а в речевых звуках начнет уже дифференцировать звуки, таким образом слушать, считывать речь, ну и сам говорить. Следующее. Центр развития мелкой моторики, про него уже говорили, ну это, наверное, везде в инклюзивных группах такой центр должен быть. Шнуровки, обводки, пазлы, мозаика, пальчиковые бассейны с различным наполнением, то есть это небольшие коробочки, которые заполнены песком, крупой, ну вот иногда коллеги говорят, что им не разрешают крупу приносить, если разрешают там крупу, фасоль можно, можно песок мелкий, можно очень мелкие шарики какие-то, которыми мы заполняем бассейн. Ну и там нужно в этих бассейнах орудовать рукой, чтобы, например, находить какие-то предметы, либо закапывать какие-то предметы. Вот так. Если у вас есть портативная песочница, то тоже очень хорошо. Песочницы в любом виде это развитие мелкой моторики, чувствительности пальчиков и это стимуляция речевых центров. Ну и мелкий конструктор типа лего, кто с лего сталкивался, все сталкивали, знаете, что они могут быть разного размера и размер уменьшается по мере взросления ребенка. Поэтому по возможности более мелкие детали. Центр развития устной речи. Что здесь может быть? Здесь может быть у нас настольный театр и очень здорово, если это будет и дети будут разыгрывать спектакли. Это различные сюжетные игровые наборы на тему каких-то профессий, например, или бытовых ситуаций и, конечно же, настольные логопедические игры, в которые детки могут поиграть. И очень такая интересная находка и новинка это детский пресс-центр и редакция газеты. Это, конечно, для старшей подготовительной группы, даже для начальных классов, например, каких-то речевых школ. Что это такое? То есть там дети работают режиссерами, работают корреспондентами, они берут интервью, они делают передачи, они могут записывать видео и потом просматривать это все на большом экране или на мониторе. Таким образом, они учатся владеть своей речью для того, чтобы общаться и передавать какие-то смыслы. Ну и если это будет редакция газеты, тогда мы еще и обучение грамоте, задачу обучения грамоте тоже решаем. И сейчас на рынке есть несколько вариантов детских типографий со штампиками, когда вы можете с помощью штампиков какие-то слова печатать и даже печатать небольшие тиражи. То есть в этой типографии можно из букв набрать слово на одной дощечке и печатать несколько тиражей одного издания какого-то детского журнала. Очень-очень здорово получается. Вот. Это для детей с речью. И надеюсь, что моя мысль, логика развития истории таких детей была понятна. Если же нет, опять-таки не стесняйтесь спрашивать. Ну и особенности детей с аутизмом. Тоже такая у нас достаточно сложная история. У кого, кстати, дети с аутизмом есть в группах, тоже поставьте, пожалуйста, ваши значки. И вот здесь, если можно, поделитесь проблемами, потому что у нас вообще сами дети с аутизмом, они очень разные. Проблемы именно с тем, что детям предложить. Я пока начну рассказывать про деток с аутизмом. Ну и жду ваших вопросов, конечно же. Что такое аутизм? Очень сложное до конца непонятое состояние человека. Кто-то называет болезнью, кто-то говорит, что это просто особое состояние, в котором человек живет. Но у детей с аутизмом при большом разнообразии вариантов развития все-таки тоже есть нечто общее. Первое – это отсутствие социального взаимодействия. То есть дети не стремятся к тому, чтобы наладить контакт с другими людьми. И это приводит к тому, что мы видим, глядя на ребенка с аутизмом. Это отсутствие глазного контакта, то есть он, обращаясь к вам, никогда не смотрит в глаза. Это отсутствие указательных жестов рук и вообще общения какого-то с помощью рук. Это отсутствие самой речи, непонимания речи, зацикленность действий. То есть ребенок чем-то занят, но занимается этим самостоятельно. на ваши просьбы и приказы никак не реагирует. Очень сложное состояние. Ну и сейчас до сих пор у неврологов, у врачей, у психиатров много версий, от чего это случается, почему это случается. Ну и ведущая версия состоит в том, что при развитии ребенка внутриутробным каким-то образом не заложены структуры, которые помогают людям различать себя и окружающие. У детей с аутизмом не раскладывается по полочкам информация. Вот это я, вот это границы моего тела, а вот это окружающий мир. Ну и еще из особенностей этого состояния, если другие дети могут полученную информацию каким-то образом сами классифицировать подсознательно, даже не затрачивая на это ресурсы своего разума. Ну то есть, например, если обычный ребенок в группе, то он может слышать голос своего друга и он может видеть перед собой конструктор, с которым они играют вместе с этим другом. Во в то время, как шум других детей, какие-то другие цветовые пятна не будут попадаться ему в поле зрения. То есть, как бы выборочность внимания. У детей с аутизмом такой выборочности нет. То есть, они живут в хаосе из звуков, картинок, образов и не могут никак это привести к какому-то порядку. Поэтому им очень и очень сложно. То есть, вот эта вот аутистическая отряда, она присутствует всегда. Это отсутствие социального взаимодействия, нарушение речи и действия, которые не связаны с получением результата, не направлены на получение результата, направлены на понятное на чего. Ну и еще из особенностей. Это чрезвычайно индивидуальное разнообразие. Могут быть достаточно легкие случаи такой высокофункциональный аутизм, когда ребенок неплохо себе общается со сверстниками и с вами, но просто не получает от этого удовольствия. И у него есть некие такие личностные фишки, он не одевает одежду определенного вида, боится лесенок, к примеру, что-то еще такое, но в принципе с ним жить можно. И это могут быть тяжелейшие случаи, когда ребенок не социализируется. Второе, у ребенка очень мало ресурсов для контакта с окружающими. Третье, часто поведение детей с аутизмом непонятно для других людей, иногда их пугает. Четвертое, это высокая сенсорная чувствительность, поэтому для таких детей нужно давать возможность сенсорного отдыха. и повышенная утомляемость, то есть для того, чтобы жить в состоянии аутизма, тратится очень много энергии, дети быстро устают. Ну и теперь оборудование, вот что вас выручит, что вам поможет. Здесь разброс предложений огромный и конечно же мы не можем скупить весь рынок, но вот определенные вещи, которые в группе должны быть. Первое, это оборудование, которое позволяет почувствовать границы своего тела. Специальное тяжелое одеяло для деток с аутизмом это утяжеленные коврики и дети очень любят все-все-все игрушки, которые позволяют им почувствовать свое тело, поэтому такая мягкая труба, через которую нужно пролезать и чувствовать все свое тело. Различные массажеры им очень-очень нравятся. Второе, это особо оборудованная зона для индивидуальных занятий. Третье, это уголок для эмоциональной разгрузки. Четвертое, это таблички с указателями, то есть зрительные указатели. Ну и оборудование для развивающих занятий, оно бесконечно, мы с вами посмотрим, поговорим про карточки ПЭКС. Сенсорная комнатка может выглядеть вот так, рассматривая эти картинки, мы видим, что здесь есть обо что потренировать телесные границы своего тела. На картинке слева мы видим как раз трубу, через которую нужно пролезать, там в уголке мы видим бассейн сухой, видимо разные кресла, мешки, гамачки. На картинке справа мы видим еще такую очень важную для детей с аутизмом вещь, как палатка, то есть туда можно забраться, опустить шторки и там тебя трогать не будут. И пока ты там сидишь, ты можешь немножечко отдохнуть от того, что видишь в окружающем мире. Ну и заметьте, что палатка белая, то есть это тоже отдых для зрительных рецепторов и успокоения для ребеночка. Вот это может быть целая комната, выделенная в детском саду. Из вариантов, которые я видела в реальности, это объединенная сенсорная комната с кабинетом психолога, которая используется то так, то так, в зависимости от занятий. Сенсорная комната, объединенная с кабинетом логопеда, если вы счастливые обладатели больших помещений, то выделяете целую комнату. Видела еще вариант сенсорный уголок в зале для физической культуры. Дальше движемся. Объединенная развивающая среда. Что это такое? В последние годы даже стали выпускать специальные парты, рабочие столы для детей сразу. Что мы здесь видим? Во-первых, здесь возможность спрятаться и побыть, что называется, в домике. Я в домике. Защита от лишних взглядов. И почему обедненная развивающая среда? Как я уже сказала, дети с аутизмом они не могут разделять то, что приходит к ним, какие-то раздражители, на основу и фон. Для них все основа. И когда мы ребеночка садим за белый стол, он закрыт стеночками, и мы перед ним выкладываем одну или две игрушки, с которыми мы будем работать здесь и сейчас. Ему проще, ему не нужно выделять это из фона, ему не нужно отвлекаться, рассеивать свое внимание на что-то другое. И занятия проходят лучше. Ребенок не срывается с места, не убегает и сидит занимается спокойно, более спокойно. Следующее это возможность для коммуникаций для ребенка. Вообще очень много методик для работы с детьми с аутизмом. Это ЭБИ-терапия, достаточно сложная, когда терапист или терапевт по-разному называют ЭБИ-с, занимается с ребенком целыми днями практически, то есть там должно быть от 4 до 8 часов в день, конечно, никто это не выдерживает, но это просто тренировка достаточно такая сухая и жесткая основных навыков. То есть когда ребенок навык показывает коммуникативно, его за это награждают чем-то. Есть вторая система, которую несколько проще организовать в инклюзивной группе детского сада, это например коммуникативная система с карточками, карточки PECS. То есть это карточки, которые предназначены для того, чтобы ребенок, не овладевший речью, мог с вами каким-то образом общаться. И разработана целая система, как вы эти карточки будете вводить в обиход. То есть все это по очереди. Сначала карточки предметов, потом карточки действий, потом карточки эмоций. И постепенно мы начинаем учить ребенка тому, что с помощью этих карточек мы можем друг с другом взаимодействовать, даже если он еще речью не обладел. И выкладывать из этих карточек ребенок может целое предложение, каким-то образом формулируя с помощью них свои просьбы. И нередки случаи, когда использование вот такой альтернативной системы взаимодействия приходило к тому, что у ребенка стартовала разговорная речь. Как бы вот эта система подталкивала ребенка к тому, что можно еще и разговорной речью пользоваться. Поэтому это дело такое очень полезное. Если у вас детки с аутизмом есть, тогда рассмотрите еще вот эти варианты. Их сейчас очень много. в готовом виде удобные, с липучками, с кармашками, с наклейками. Выбирайте то, что вам хочется. Следующая вещь. Тоже сейчас есть уже готовое решение. Если еще десятилетия назад все это воспитатели делали, что называется, на коленке, сами делали, то сейчас уже можно купить готовые наборы. это визуальное расписание. Опять-таки ребенку с аутистическим расстройством намного проще смотреть на картинки и понимать, что надо делать, чем слушать ваш голос. Ну и визуальное расписание не помешает, как вы понимаете, и детям с ЗПР, и детям с СДВГ, и детям вообще логопедическим детям тоже не помешает вообще никому. Что это такое? Это когда события, карточки символа событий, клеятся в определенной последовательности, и ребенок понимает, что сейчас с ним будет происходить. Он будет сейчас кушать, потом он пойдет на прогулку, потом он ляжет спать. Это очень облегчает нашу жизнь. Но еще важная такая вещь, которую мы тоже вводим для детей с раз, это социальные истории. Дело в том, что таких все новое бесконечно пугает, очень сильно пугает, поэтому социальные истории это такие рассказы о том, как устроена жизнь. Ну, например, вот справа, как вести себя в столовой. Нужно приходить вовремя, нужно помыть руки, ты помоешь руки, потом ты пойдешь в столовую, потом ты встанешь в очередь, потом тебе дадут еду, ты покушаешь, уберешь из собой посуду, ты все сделал, ты молодец. Всегда на социальной истории, последняя картинка, ты все сделал правильно, ты молодец. Ну, и все социальные взаимодействия, они тоже могут быть изображены в виде социальных историй, и мы, ребят, с этим знакомим. Знакомим, прежде чем эта история случится в жизни ребенка. Например, вы решили пойти в бассейн и вы даете ему историю про то, что будет в бассейне. Как вы пойдете в бассейн, как вы будете в раздевалке переодеваться, как вы будете плавать, как ребеночек поплавает, оденется обратно и будет большой молодец. Это тоже очень такое подспорье, очень хорошее подспорье. Ну, вот еще такие варианты. То, что касается даже эмоциональных проявлений, тоже можно в эти истории упаковать. Ну, и еще пару слов. Оставшееся время оборудование групп для детей с ДЦП с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но здесь проще, потому что я уже все сказала. Здесь понятно, что мы будем брать все игры на сенсорное развитие, сухие бассейны, всякие лазалки, ползалки. Понятно, что мы будем брать все игры на развитие мелкой моторики. Но что здесь еще очень важно? Важно, чтобы мебель соответствовала потребностям детей и чтобы были пандусы, перила, чтобы ребенок мог по возможности сам передвигаться в пространстве группы. ну и собственно говоря, все. Вот внизу обратите внимание, это столик рабочий для детей с ДЦП. Они сидят на нем как бы как на полу, ножки можно согнуть и закинуть назад. И здесь есть поддержка с двух сторон, то есть ребеночек не завалится в сторону. Стол регулируется по высоте, то есть все очень вариативно и все очень удобно. Вот. Ну и тоже для деток с ДЦП, как и для других, обратите внимание на песочные различные вещи. Да, это может быть какая-то компактная песочница, световой стол, юнгианская песочница. Это все вас тоже очень сильно выручит. Ну и в конце важно отметить еще раз вот такие вещи, что содержание тематических зон для детей с разными нозологиями часто совпадает. То есть вы заметили, что я все время говорю про одни и те же вещи. Поэтому нам очень легко создать какие-то универсальные решения, которые устроят всех. Второе. То, что нам приходится докупать материал для инклюзивных детей, другим детям идет только на пользу, потому что это обогатит и их окружающую среду вовсе не обеднит. И они с такой же радостью будут нырять в сухой бассейн, играть с песочком, делать все, что вы предлагаете деткам другим. Ну и еще при любом варианте развития ребенка мы отдаем приоритет игровой деятельности. То есть выбирая пособия, выбирая какие-то наборы для упражнений, мы выбираем те, с которыми нам будет проще с ребенком играть, и это будет для него игра, а не скучное занятие. Ну и вот на этом я хочу закончить. Но уже по традиции я оставляю свои координаты. Если нужно позвонить и жду ваши вопросы, вы можете их сейчас задать в течение нескольких минут. Я готова на них ответить. спасибо и вам вижу ваше спасибо. Так, факторы, которые необходимо учитывать при создании микрокрупп для детей с ОВЗ для развития их социальных навыков. Смотрите, какие факторы. В принципе, можно вернуться к началу моей презентации. Вот это сама логика того, как мы решаем проблемы. То есть в любом случае мы начинаем решать проблемы с физиологией тела. Второе, развитие социальных навыков у детей с ОВЗ усложняется. То есть там, где обычные дети могут все это сами ну просто что называется посмотрел на взрослых и делал и сделал сам, то здесь детей нужно учить всему, даже самым простейшим навыкам. И поэтому у вас в уголке для формирования социальных навыков должно быть много чего. То есть это какие-то бытовые вещи для того, чтобы организовать свою социальную жизнь. и еще это должны быть тренажеры социальных взаимодействий. То есть обязательно больничка, в которую мы играем, обязательно аптека, как вести себя на улице и во всем это нужно бесконечно проигрывать. То есть у вас наборов для таких ролевых игр должно быть очень много и на это надо обращать внимание. То есть дети с ОВЗ они просто не могут например как обычные дети вряд ли смогут пойти поиграть парикмахерскую вам нужно будет туда с ними пойти и все рассказать как это происходит. Если ответила поставьте мне плюсик пожалуйста. поняла ваш вопрос так. То есть просто социальному взаимодействию мы уделяем много много времени потому что ребята сами это с помощью подражания взять не смогут. У них на это нет ресурсов. методы оценки эффективности инклюзивного образования с ОВЗ смотрите во первых у нас же очень разные программы и вот сама сами методы оценки они заложены в программах вы на них ориентируетесь если взять ну вот как бы с точки зрения психолога рассмотреть эту ситуацию то хорошая оценка хорошей проведенной работы во первых ребенок чувствует себя счастливым и довольным он вписался в группу ему там хорошо он хочет ходить детский сад другим детям с ним тоже нормально то есть они его не боятся они его не презирают они с ним играют то есть с точки зрения психологии важно именно это то есть что ребенок вписался в социальную жизнь детского сада вот методы оценки развития навыков они заложены в программах определенных программах для каждого ОВЗ диагностика смотрите если мы рассматриваем детский сад дошкольная да еще и детей с ОВЗ то главный метод диагностики ваш будет наблюдение наблюдение в естественной среде детей да и это может быть организованное наблюдение для детей сохранных можно сказать в старшей подготовительной группе мы можем использовать например рисуночные методики которые нам позволят тоже понять что происходит беру вопросы сколько вот смотрите Марин я в принципе об этом уже проговорила прошу прощения у меня сейчас будет шумно вот то есть тишины я отвечу если взять в общем то мы берем какие-то универсальные решения то есть во-первых уголок для развития физического для физического развития будет однозначно да следующее универсальное решение это мелкая моторика это уголок для развития сенсорной стороны ребенка для развития сенсорики вот для этих трех вещей и то и другое и третье подойдет да то есть предложили ЗПР раз и нарушение речи да вот это 3 и 3 у нас совпадает то есть берем какие-то тренажеры для ловкости берем тренажеры для мелкой моторики для сенсорики что еще еще очень важно такую группу наполнить зрительными разными вещами да то есть чтобы дети могли увидеть что-то это могут быть визуальные расписания это могут быть разные плакаты все что угодно что облегчит детям жизнь ну и здесь комната разгрузки должна быть обязательно потому что такие детки будут тоже уставать надеюсь что ответила на такой вопрос тоже то есть здесь универсальных решений достаточно много обратите внимание на то что я сейчас сказала ну и боюсь что в моей студии сейчас будет очень шумно потому что честно договорилась про тишину до 13 часов по московскому времени сейчас просто мое время стекло я желаю всем удачи до новых встреч до свидания до новых всем ты что что сердце